Тема сохранения и использования ленточных боров на Алтае вновь в центре внимания власти и общественности. В чем причина, об этом сегодня поговорим с нашим гостем Денисом Шубиным, председателем общественного совета при Министерстве природы и экологии Алтайского края. Здравствуйте. Добрый день. Расскажите, что стало поводом для такого серьезного обсуждения данной проблемы? Да, действительно, сегодня эта проблема обсуждается не только на уровне нашего субъекта, но вышла уже за пределы субъекта, на уровне Российской Федерации. Если смотреть предысторию этого вопроса, то достаточно обширно и долго ряд активистов, которые сегодня себя направляют как экологи, стали поднимать якобы проблему использования ленточных боров, что это приводит к катастрофическим последствиям. И, собственно говоря, в федеральной плоскости этот вопрос вышел где-то ориентировочно в феврале текущего года. И была создана рабочая группа в специальном ведомстве, которая, собственно говоря, с точки зрения и науки, и профессионального сообщества определила необходимость внесения каких-то изменений в режим пользования. В данном случае речь идет о возрасте рубки. Ну и практически ненагласно было принято решение экспертов, что повышения возраста рубки, в принципе, необходимости и нет. Но в последнее время, в последние месяцы, почему вопрос стал удоражить общественность, прям достаточно серьезно. Это было вызвано тем, что 5 декабря на правительственном часе министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Николаевич Кобылкин заявил о том, что необходимо ленточным барам придавать особый статус. И, собственно говоря, поднимать вопрос о введении режима, который будет направлен не на лесопользование рациональное, как сегодня, собственно говоря, происходит мероприятие, а сугубо на экологические свойства и функции. Ну и, собственно говоря, общество разделилось на два мнения, которые некоторые поддерживают это направление, некоторые, наоборот, не поддерживают, в силу того, что такие действия могут привести к катастрофическим последствиям в ближайшее будущее. Ну, расскажите, какие примеры привозили и одна, и другая стороны? Ну, скажем, примеры людей, которые придерживаются экологической точки зрения, но при этом не являются профессионалами в области лесного хозяйства, да, не имеют специализированного образования. Все достаточно очень просто, да, лес рубить нельзя, рубить можно только санитарные рубки, когда лес, значит, собственно говоря, уже болен, либо находится, так скажем, на стадии вымирания. Вот тогда можно какие-то хозяйственные мероприятия проводить. Что касаемо сегодня больше профессионального сообщества или тех людей, которые живут непосредственной близости к этим лесным массивам, то мнение здесь неоднозначное. Сплошных рубок у нас в ленточных барах не ведется, да, то есть, а ведутся только выборочные рубки. Основной их принцип, это нужно своевременно, значит, убирать деревья выборочным способом, да, грубо говоря, из десяти максимум три дерева можно будет, можно вырубать в рамках сегодняшнего законодательства, значит, которые отстали в росте, либо которые основной полок затеневают, но при этом площадь всегда остается покрытой лесом. Что данное действие, если мы предпримем шаг, скажем, к уменьшению объемов, оно придет к тому, что лес в дальнейшем просто навсего выпадет, да, по ряду причин, да, то есть у нас саждения у лесного есть, определенные возраста, это как человек, который рождается и проходит стадии определенного своего формирования, там, у людей, там, младенчество, юность, средний возраст, зрелость, старость, и как ни крути, да, то есть все, ну, Господь так определил. То же самое и с лесом происходит, он рождается, проходит все эти этапы, и на каждом из этих этапов необходимо проводить определенные хозяйственные мероприятия, да. Ну, я приведу небольшой пример, просто в цифрах, когда, значит, мы производим посадку лесных культур, либо, значит, собственно говоря, простым языком садим лес, то норматив у нас есть 4167 штук на 1 гектар производится высадка деревьев, вот, собственно говоря, как младенцев, если сравнивать с человеком. Но к возрасту спелости, либо к возрасту зрелости, если проводить аналогию с человеческой жизнью, остается на 1 гектаре от 200 до 300 деревьев максимум. Вопрос, куда же делись остальные деревья, 3900 штук? В процессе формирования насаждения, которое, значит, происходит, собственно говоря, определенное время, эти деревья при естественной конкуренции уходят в отпад. Так вот, все народное хозяйство и построено, чтобы эти деревья своевременно, до того, как они перегнили, создали массу горючих материалов и, собственно говоря, увеличили класс пожарной опасности, чтобы эти деревья, древесина ушла в народное хозяйство, в народное пользование. Вот он, основной принцип и основная проблематика. Ну, вот такие два мнения сегодня бытуют в обществе, и, собственно говоря, проблема в этом и состоит, кто прав. Почему же тогда арендаторы вот за то заинтересованы в том, чтобы как можно дольше лес сохранить, если это, вот, как минимум, небезопасно? Ну, здесь, значит, ответ очень простой. Договора аренды сегодня, они у нас не на один год, не на два года, да, заключены. Договора аренды заключены на 49 лет. И, скажем, нерациональное ведение лесного хозяйства сегодня может привести в дальнейшем к тому, что произойдут, опять же, вот, как я говорю, такие катаклизмы, значит, зрелые насаждения начнут погибать. И, собственно говоря, в будущем у этого бизнеса никакого направления не будет древесины для его дальнейшего развития. Поэтому сохранность лесов сегодня, здесь и сейчас для арендаторов очень важна, это очевидно, и только, наверное, недальновидный человек может рассуждать по-другому и говорить, что я лучше сегодня все сделаю, нежели потом у меня будет стабильно все и хорошо. В этом основная цель арендаторов. Но и не стоит забывать, что у арендаторов работают профессионалы, да, работают в том числе, значит, люди с высшим лесохозяйственным образованием, которые прекрасно понимают природу формирования лесных насаждений, природу леса. И эти правила, они у нас определены в лесном законодательстве, и нарушать эти правила сегодня чревато как административной, так и уголовной ответственностью. Вот вы не раз сказали, лесное хозяйство, я вот думаю, а что такое лесное хозяйство? Ну ладно, приусадебный участок, ты понимаешь, чем владеешь, а тут такие полосы. Лесное хозяйство, на самом деле, это очень большое, обширное понятие, а если говорить в двух словах, то это комплекс мероприятий, которые сегодня человек, исторически так сформировалась, лесная наука, заставляет нас, современное поколение в частности, проводить непосредственно в лесных насаждениях. Цель одна, это ведение неисточительного, рационального природопользования и передать будущим поколениям леса в том виде, который получили, собственно говоря, от своих предшественников мы. Это основная задача любого лесника. А для того, чтобы это все получилось, для того, чтобы все прошло так, как нужно, мы должны провести эти самые ряд лесохозяйственных мероприятий. А это комплексы, и охрана лесов от пожаров, и от различных вредителей, и, собственно говоря, проведение хозяйственных мероприятий, омоложение насаждения как такового, да, это очень важный вопрос, иначе насаждение застарится, ну и погибнет. И, собственно говоря, для, скажем, природы, для планеты, там, 300-400 лет, ну это как мы с вами моргнем один раз, собственно говоря, да, по времени. Для жизни человека, к сожалению, такого периода нет. Поэтому смена пород, как многие экологи говорят и сегодня утверждают, ну как же так, ведь без лесников же лес жил там тысячи лет, да, безусловно, он жил без лесников, но сегодня у нас нет этих тысячи лет. И наши действия, это напрямую зависит будущее наших потомков именно рядом с этими лесными насаждениями. Не очень бы хотелось через 30 лет, скажем, мне как специалисту, смотреть в глаза своему там внуку и говорить, понимаете, вот, ну не получилось у нас. Почему? Да потому что вот мы неправильно вели лесное хозяйство, мы не отстояли те основы, те каноны, которые сегодня нам передали наши предшественники, и согласились на то, что, да, конечно, мы не будем сегодня ни одного дерева выбирать, значит, народное хозяйство, пусть оно само состарится, там, лесной пожар, либо выпадет, все это произойдет, а вот у вас сегодня вот пока вот такая вот картинка. Ну ничего страшного, пройдет 400 лет, все возобновится на круги своя, это естественная смена пород, но только уже вы напишите книгу об этом и передадите там в каком-то варианте, там, не знаю, пятому поколению после вас. Наше состояние леса, вот ленточного бора, какое, вот все же хватит потомкам. Я как специалист вам скажу, что сегодня мы уже, проблема очевидная и остро стоит. Кто сегодня будет посмотреть на возрастную структуру, я, может быть, не совсем корректный пример приведу, но это, на мой взгляд, это очень ярко отражает картину для любого человека. Представим общество, да, значит, обычное, значит, общество гражданское, где у нас 80% из общества, это люди преклонного возраста, пенсионеры, так назовем, да, если смотреть социальные рамки, а 20% это люди среднего возраста, значит, подрастающее поколение, там, дети, в конце концов, да, это 20%. Скажите, есть ли варианты развития будущего у этого общества? Конечно, есть, но оно весьма затруднено и с большими-большими проблемами, потому что сегодня база нового вложения не позволит, собственно говоря, социальные гарантии обеспечивать, либо эта база будет очень-очень высокая. То же самое и с насаждением, особенно с ленточным бором. Если посмотреть на возрастную структуру, я приводил пример, да, исходя, что лес живет, у нас, собственно говоря, проходят этапы, как человек, только маленько временные рамки другие. Если смотреть на возрастную структуру, то сегодня ленточный бор представлен на 80% из спелых и перестойных насаждений. Понимаете, да? Это я общие цифры говорю. Соответственно, 20% это средневозрастные, приспевающие и так далее. Это округленные цифры, они, есть официальная статистика, можно в этом посмотреть. И, собственно говоря, на сегодняшний момент эти 80%, они уже, значит, пенсионного возраста, эти насаждения. И, соответственно, в будущем, в ближайшие 10, 20, 30 лет будет происходить отпад этих насаждений. Естественный отпад. И мы можем получить, ну, просто колоссальную экологическую проблему. Мы отстаем от этого. Нужно было раньше этой проблемой заниматься. Но на сегодняшний момент, если ужесточить правила ведения лесного хозяйства, эта катастрофа просто неизбежна. И это произойдет. Ну, спасибо за эту интересную эмоциональную беседу. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был Денис Шубин, председатель общественного совета при Министерстве природы и экологии Алтайского края. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова